Всего неделя осталась до конца подачи заявок на конкурс новогодний арт ель. Уже 35 авторов необычных деревьев вступили в борьбу за главный приз. Среди них елка-штангист и молодежная сияющая ель. О том, как они создавались, расскажет Алена Закатаева. Изюминка нашей елки – это логотипы молодежных проектов. Вот это символ горкома. Самое сложное – вырезать фигуры так, чтобы рисунок был узнаваем и не потерял визуальный объем. Всего на фанерной арт ели, которую готовят менеджеры и активисты горкома, будет около десятка логотипов – символы молодежных проектов, сообществ и акций. Мы с ребятами обсуждали и придумывали символы для молодежных мероприятий, акций и проектов. Так, например, символом фестиваля «Дыхание улиц» стала гантеля. А для яркого двора мы выбрали кисть. В итоге получится своего рода световая гирлянда. После окончания работы логотипы закроют цветной слюдой, а внутренняя подсветка станет финальным акцентом. Когда размышляли о том, что будет, собственно, эта елка представлять, отошли от того, что молодежный центр объединяет молодежь, объединяет различные-различные таланты нашего города, и наша елочка тоже должна объединять всю молодежь. В рамках конкурса «Новогодний арт ель» уже создано несколько необычных новогодних деревьев. Из самых разных материалов – лели из валенок, еврокубов, оцилиндрованных бревен. Среди них и спортивная елка – кокетливая серебристая красавица со штангой в одной руке и ведром спортивного питания в другой. Ее авторами стали инструкторы одного из фитнес-клубов Вологды. Почему навык? Потому что она держит штангу, ей немножко тяжело. Почему она такая игривая? Потому что Новый год – это веселый праздник, и мы вот решили поднять людям настроение, как раз-таки создав такую веселую елку. Надеюсь, что все это оценят, пофотографируются на фоне нее. Выставка «Арт ели» откроется 20 декабря в Вологодской Слободе. Те, кто хочет показать городу свое необычное дерево, могут подать заявку на участие в конкурсе «Молодежный центр Горком-35» по адресу Советский проспект 24. Сделать это можно еще в течение недели. Победитель станет известен в конце года.